Прямая линия с Дарьей Высоцкой Популярнейший практик Ба Цзы, автор книги «Здравствуйте, я ваша карма», автор подкастов о китайской метафизике, публицист, ведущая авторского проекта «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Дарья проконсультировала сотни людей из разных стран и сегодня делится своими знаниями с вами. Всем доброго времени суток, с вами я, Дарья Высоцкая, я занимаюсь китайской метафизикой, в частности фэншуй, цимей дунзя и наукой Ба Цзы или гороскоп на основе четырех столпов судьбы. Это моя давняя любовь и страсть. Сегодня я бы хотела с вами поговорить о удивительной карте удивительного человека, человека, который захватил вообще моё воображение, мой мозг. И в течение нескольких недель я изучала информацию, я смотрела фильмы, изучала биографию и пыталась постичь, скажем так, суть, потому что личность невероятно загадочная, глубокая, интересная. И, на мой взгляд, такая завораживающая. Сегодня я бы хотела поговорить, причём у меня были долго сомнения писать или не писать подкаст, но всё-таки я подумала, что такие люди, они должны быть, не должны пребывать в забвении, о них стоит говорить и вспоминать, потому что людей настолько уникальных, необычных, их не очень много в нашем мире, и они заслуживают отдельного внимания. Итак, сегодня я бы хотела с вами пообщаться на тему карты Бадзи и поговорить о личности вообще в целом, о такой глыбе, как Вольф Мессинг. Вообще Вольф Григорьевич или Гершкович Мессинг — это поляк, еврейский поляк, человек, который родился в Польше, в Варшавской губернии на тот момент, Российской империи, советский эстрадный артист, менталист, выступавший с психологическими опытами по чтению мыслей, он читал мысли зрителей, заслуженный артист РСФСР. Ну а в целом Вольф Мессинг вошёл в память вообще людей, стал знаменит, известен тем, что это был достаточно популярный гипнолог, человек, который обладал уникальными способностями, помимо того, что есть просто у нас иллюзионисты, люди, которые ставят, скажем так, какие-то опыты на сцене, выступают, делают фокусы, развлекают публику, скажем так. Он обладал более глобальными способностями, то есть он видел, он мог предсказывать будущее. Это был очень-очень интереснейший человек, который к тому же умел управлять мыслями на расстоянии, внушать мысли на расстоянии, читать мысли, знать ход событий. То есть этот человек способен был предвидеть многие его предсказания, в частности одно из самых знаменитых предсказаний о том, когда закончится война и кто её выиграет, они вошли в историю. Может быть, вы об этом слышали, что Мессинг предсказал, в каком году, в какой месяц, с какого числа закончится Великая Отечественная война и кто победит. Он предсказал, что это будет Советский Союз. То есть биографию, если изучать, вообще многие интересные моменты, вообще его судьбы, жизни, насколько это была и тяжёлая, и интересная жизнь и судьба, можно очень-очень долго, потому что там очень много интересных фактов в целом. Я бы хотела сегодня посмотреть на Вольфа Мессинга в разрезе его «Карты Бадзы». Я надеюсь, что я никак не побеспокою его дух, и на самом деле я буду рада, если люди как-то вот обратятся, заинтересуются, потому что личность в ней действительно уникальная и интересная. Такой самородок человек. Итак, родился он в городе Гура-Кальвария, это 25 километров от Варшавы, тогда это была Российская империя. Вообще родился он в семье, насколько я помню, очень верующих людей, родители были очень верующие, и мальчик очень отличался от остальных членов семьи, потому что многие его в том месте, где они жили в этом городке, боялись, потому что, как правило, как вот он мог что-то сказать, предсказать, как говорится, ляпнуть, это часто очень сбывалось. Сначала родители как-то не обращали внимания на такие способности ребёнка, но затем все уже в округе знали, что если, как говорится, дьяволёнок что-то скажет, то так и будет. Например, в детстве он как-то предсказал то, что в соседнем где-то городке, посёлке пожар будет. Будет пожар, сгорят дома, но люди будут живы, то есть людьми ничего не случится. И по существу так и случилось, так и произошло. Сначала никто не поверил, но когда это случилось на завтра, все были в шоке, потому что он это предвидел и предсказал, откуда он мог знать ребёнок в шести-восьмилетний, что на расстоянии от него что-то происходит. То есть это, конечно, удивительно. То есть способности были с детства, и родители всячески стремились эти способности в нём подавить, потому что это считалось всё бесовским, от лукавого. Старались его обратить в религию, папа даже пошёл на хитрость, попросил какого-то чужого дяденьку сыграть роль священника в темноте, побеседовать с мальчиком, с мальчиком побеседовали, чтобы он всё это оставил, как-то старался быть верующим и ничего не видеть. То есть, ну как, понимаете, если у человека есть канал, если есть способности, есть чуйка, то это очень сложно перебороть в себе, как-то переделать себя, перекроить. Ты не можешь себя переделать. То есть я считаю, что здесь уровень совершенно другой у человека, учитывая такие способности. У всех у нас разные уровни. И в итоге таким образом он проникся, на него это произвело впечатление, этот переодетый священник, этот мужчина. Но потом было очень горькое разочарование, когда Вольф шёл из школы и увидел в кабаке этого мужчину, уже переодетого в обычную одежду, он понял, что его обманули. И вот эту обиду он не смог простить в течение всей последующей жизни своему отцу. Он её так и не простил. В итоге он бежал из дома. По-моему, в возрасте 11-12 лет он был маленьким мальчиком. Он бежал из дома, запрыгнул в поезд, и в поезде он уехал в Германию, попал в Германию. Дело в том, что если мы разбираем карту Вольфа Мессинга, если мы анализируем, что же это за карта такая интересная, то мы можем видеть, что это человек иньского металла, человек синь, иньский металл, у которого в году присутствуют косые ресурсы. Вот за нетрадиционные способности, за метафизику, скажем так, за астрологию, за любую астрологию западную, за карты Тара, за любые эзотерические способности, за способность предвидеть, за любые гадания, скажем так, за любую вот такую необычную информацию отвечают у нас косые ресурсы или символ косой печати. Но обратная сторона этого символа косого ресурса — это то, что как божество, оно имеет такую смысловую нагрузку, как отчуждение от семьи и как то, что человек может не общаться с семьёй, отсутствие связи близкой с отцом, с матери. То есть такой человек может полностью уйти из дома, бросить семью и не общаться, прервать все контакты с семьёй. В Древнем Китае, когда китайцы обнаруживали такой знак в карте у ребёнка, они очень расстраивались. То есть для них нет ничего страшнее, чем косая печать. Поскольку в Китае очень развит институт традиционной семьи, уклад такой жизни, что дети помогают родителям, из поколения в поколение почитают стариков, символ косой печати всегда их очень заставляет переживать. То есть они его очень не любят. И в данном случае вот эти косые ресурсы в его году рождения, они сильные и они видны всем. То есть это то, что человек обладает нетрадиционными знаниями, способностями. Они у него уникальные, очень сильные. Их все видят они в году, они проявлены. Но кроме всего прочего, это также отчуждение от семьи. И вот представьте, ребёнок в 12 лет сбежал, попал зайцем на поезде в Германию. В Германии он встречает какого-то наставника, попадает к профессору, который начинает его изучать. Потом он начинает выступать как элезионист уже в цирках перед зрителями. Но он оставил свою семью, и он больше никогда со своей семьёй не виделся. То есть для него это была больная тема. Он не взаимодействовал с семьёй. То есть вот эта косая печать, знак косой печати, это то, что твои нетрадиционные способности не принимаются семьёй, как и случилось у него. И человек выбрал совсем другой путь. То есть он пошёл своим путём, но он оставил семью. Вот на это указывают косые ресурсы. Но то, что они в карте проявлены, и мы действительно понимаем, что человек обладал очень уникальными знаниями, это очень необычный человек, это действительно в карте просматривается. Кроме всего прочего, была такая интересная фишка, о которой многие, те, кто знали, Вольфа Мессинга и его современники рассказывают, делятся информацией. Он всегда выступал, очень часто носил большой-большой бриллиант. У него было кольцо с большим бриллиантом, перстень с бриллиантом. И если мы анализируем его карту Бадзи, для него это символ, который приносит удачу по его карте. Это так называемое полезное божество. Это его косые ресурсы. Это инская земля Дзи, которая присутствует в году. И Дзи, кроме всего прочего, это элемент земли, и это камень. Да, сам Вольф Мессинг – это синь, инский металл. Что такое инский металл? Это красивое украшение, это нож, перочины. То есть это что-то вот такое красивое, изящное, обработанное металл. Обычно это ювелирное украшение. Мы вот такое слово-значение придаем этому символу, этому образу. Но кроме всего прочего, Дзи, что есть в году, это камень. Это камень, это бриллиант. Многие даже связывают и ходят такие байки, легенды о том, что вот сила Мессинга была именно в этом камне. Но я скажу так, не то что сила была в этом камне, способности они есть изначально в карту, они встроены. Но этот камень ему реально приносил удачу. Это был его талисман. Этот талисман ему был полностью благоприятен. Это именно большой камень, бриллиант, и он просматривается в карте. То есть его можно в карте увидеть, что примечательно, что очень интересно. Далее. Человек инского металла был рожден в месяц петуха. Это сильный металл, это мощный металл. И, конечно, Вольф Мессинг, наверняка вы, может быть, если будете изучать биографию, услышите или слышали о том, что он бежал из тюрьмы гестапо. То есть он с силой мысли просто пригласил всех охранников к себе в камеру. Его там очень сильно били, издевались. В принципе, ему грозила смерть. Почему он попал в гестапо? Это было в начале войны, потому что просто-напросто он разозлил Гитлера, сказав то, что войну выиграет Советский Союз, а Германия проиграет. И Гитлер его искал. То есть началась охота за, соответственно, Вольфом. Его взяли, взяли, в тюрьму посадили в Германии. И вот дабы бежать, он силой мысли просто пригласил к себе в камеру, собрал всех охранников, тех, кто его охранял весь пост, рассыпал перед ними какие-то камешки, в общем, загипнотизировал всех, открыл спокойно камеру и вышел, и убежал из тюрьмы. То есть вот представьте, какими нужно обладать способностями, насколько это уникальный, интересный человек, насколько это интереснейший, глубинный, мощнейший человек, какая это энергия. В итоге я к чему веду свою мысль? То есть люди с такой картой, как правило, они более сильные, более выживаемые. То есть, во-первых, хинский металл – это символ ножа. Люди металла, как правило, очень организованы, очень структурированы, и они более, ну скажем так, выживаемые, они более крепкие, более сильные. Тем более металл, рождённые в месяц петуха. То есть это более сильный и крепкий металл. Какие-то жизненные обстоятельства, вот такие вот страшные ситуации, которых у него была и не одна, они для него всё-таки заканчивались благополучно, так или иначе, он прожил долгую жизнь, да, он прожил всё равно долгую жизнь. Далее, что очень интересно, конечно же, то, что сам столб рождения, сеньцы – это один из моих любимых столбов вообще в принципе. Бадзи – элемент личности или даймастер – это не самый обыкновенный столб, потому что элемент личности, он в данном случае сидит на символе власти, да, и сам по себе этот столб сеньцы – это часто очень умные люди, это хорошая стратегия, это хорошие организаторы, это светлые чистые головы. То есть это, вот знаете, способность выступать перед людьми, быть интересным оратором. Он вообще, по сути, называл себя артистом и хотел оставаться артистом, да, он не хотел, например, идти в политику, он не хотел заниматься какими-то делами, связанными с властью, хотя его постоянно, власть на него охотилась. Всю жизнь этот человек сталкивался с гонениями, да, с тем, что, ну, как правило, люди, обладающие уникальными способностями, во все времена они сталкиваются с ситуациями, когда власть стремится их заставить работать на себя, так или иначе. Вот у него в жизни это постоянно происходило, то Гитлер его пытался выловить, потом получилось установить более или менее, скажем так, как обоюдно лояльное взаимоотношение со Сталиным, да, и во времена, в принципе, правления Сталина Вольф Мессинг смог свободно выступать, гастролировать по Советскому Союзу, собирать залы и работать как артист. Там у них были свои договоренности. Но, тем не менее, этот человек смог это сделать. Представьте, каким нужно быть человеком, какими нужно обладать способностями, чтобы попасть к Сталину, да, ну, вызвал Сталин к себе, чтобы заслужить его доверие, чтобы Сталин разрешил в советские времена, когда все это совершенно не признавалось, да, была пропаганда, все были против и религии, и любых других наук нетрадиционных, просто с гипнозом, с вот номерами, да, такими специфическими, по прочтению мыслей, по вот таким вот контактам со зрителями, гастролировать по Советскому Союзу. Это же просто уникально. То есть были на то способности и возможности установить такой контакт с верховным правителем. Это о многом говорит, это говорит о могуществе самого Мессинга и его уникальных способностях, все-таки, ну, о умении, да, подчинить, скажем себе, скажем так, себе власть. Но это даже не подчинить, а суметь правильно действительно выстроить отношения. Конечно, очень уникальные вещи, которые потрясают, это то, что Вольф Мессинг со своих личных денег, сбережений подарил, если я не ошибаюсь, два или три самолета. Один точно, два точно, самолета Советскому Союзу при борьбе с фашистами, с фашистской Германией, когда была война. И есть кадры хроники, когда он торжественно вручает самолет летчику, который будет на нем совершать полеты. И вот этот самолет, как заговоренный, летал, летал, не упал. Летчик прожил очень долгую жизнь после войны, и немцы очень боялись этого самолета, потому что у них начиналась какая-то дикая паника, когда они видели самолет, который был назван вообще именем Мессинга. Именно тот самолет, который Мессинг подарил. То есть в этом самолете была некая энергетика, энергия самого Мессинга. То есть там, по-моему, 20 вылетов, все вылеты заканчивались успешно. То есть этот самолет просто поражал противников, и летчик живой, здоровый возвращался домой, представьте, и прожил еще потом очень долгую жизнь. То есть это просто работало как магия, скажем так. То есть немцы просто его боялись, начинали путаться, делать ошибки, и в итоге терпели поражение в бою. Вот такие уникальные, уникальнейшие способности. А с вами была Дарья Высоцкая, вам желаю всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok